Привет, с вами Велсаком. Если вы не подписаны на мои социальные сети, то скорее всего даже и не знаете, что сегодня прошла презентация компании LeEco. Что это за дичь, спросите меня вы. Это новое название компании LeTV. Опять ни о чем не говорит. А между тем, это самая быстро развивающаяся интернет-компания Китая, оценивающаяся в более чем 12 миллиардов долларов. И с недавних пор производящая телевизоры, смартфоны и автомобили. И сегодня, как мне кажется, они дали понять миру, что если китайские компании не остановить, то быть беде. Почему? Ну вот об этом я вам сегодня и расскажу. Поехали. Давайте для начала все же разберемся, что такое LeTV, а теперь LeEco. В первую очередь это сайт LeTV.com. И из названия вы, в общем-то, правильно догадались. Это что-то вроде онлайн-кинотеатра, в котором можно посмотреть фильмы, сериалы и всякое такое. Месячная аудитория сервиса составляет около 500 миллионов пользователей. И много это или мало, спросите меня вы. Ну это как 10 ВКонтакте, например, или как 3 России. Создал все это какой-то китаец в 2004 году и вот за 12 лет раскрутился до миллиардной корпорации. Забавно, кстати, вот вам Сео Мейзу, который так в открытую вообще копирует Джобса. А это значит Сео Леека, который копирует китайскую копию Стива Джобса. Оцените масштаб. Складывается впечатление, что у этого китайского Джобса с самого начала была какая-то тактика и он ее придерживался. С самого начала у меня была какая-то тактика и я ее придерживался. И вот этим ребятам пару лет назад стало скучно быть просто медиаплощадкой. Они начали доставлять товары, производить телевизоры, смартфоны и с недавних пор еще и автомобили. Получилась прям экосистема, потому, собственно, названия сменили с незвучного Ле ТВ на еще более незвучное Ле Эко, но не суть. Шального бабла много, даже вложились в стартап Faraday Future, о котором я рассказывал на CES 2016 из Лас-Фегаса. Сейчас они строят в Неваде завод по производству электромобилей за миллиард долларов. А сам Faraday Future, в отличие от той же Теслы, разрабатывает не столько электромобиль, сколько платформу, на которой можно собрать все что угодно, от компактного седана до кроссовера и спорткара. И вот тут мы с вами как бы понимаем, что Ле Эко не гугл, конечно, но суть примерно та же. Это провайдер медиаконтента, что нужно для того, чтобы доставлять этот самый контент людям, чтобы они могли его на чем-то смотреть. И почему бы для этих целей не запилить по дешманской димпинговой цене телевизор или тот же смартфон для того, чтобы смотреть этот самый медиаконтент, подумал китайский Джобс и запилил. И было это год назад, и рынок они, конечно, не взорвали, но у себя шороку там в Китае навели. И вот тут мы с вами подходим к событиям сегодняшнего дня, презентация новых продуктов обновленного бренда Ле Эко, и почему я решил запилить этот ролик, черт возьми, потому что китайцы вообще уже творят по беспределу. О том, какая это была смешная с точки зрения организации презентация, можете почитать у меня в Твиттере, но в ролике я хотел бы рассказать вам о сути. Начал китайский Стив Джобс рассказ со своего видения экосистемы, телевизор, смартфон, автомобиль, VR. Потом почему-то очень гордился одновременным стримом сразу 9 каналов, я не понял в чем прикол, но это они показывали несколько раз на смартфоне, телевизоре, типа не смоги, как можно вообще делать. Вы можете подумать, что это спецификации смартфона, я изначально так и решил, а оказалось это телевизор толщиной с палец, 50 дюймов 4К, 3D и стоит просто страшно сказать. Курс юаня к рублю 10 к 1, 2499 умножаем на 10, получаем 25 тысяч рублей за 50 дюймовый 4К телек, это охренеть. Единственная его проблема в том, что он на китайском, а так у нас бы разбирали как горячие пироги. Дальше поведали о том, что 3,5 мм разъем живет аж с 80-х годов и CD, MP3, Hi-Fi все еще пережил. И что это совсем не дело, поэтому в своих смартфонах LeEco отказывается от 3,5 мм разъема в пользу Type-C, который цифровой и вообще классный. Если вы подписаны на мой канал, то в курсе, что по слухам Apple откажется от 3,5 мм разъема в iPhone 7. Китайский Джобс, кстати, дерзко назвал iPhone SE отправной точкой пост-Apple эры, и вообще сравнивать свои продукты с Apple у китайцев считается, ну как бы, круто. А вот за наезд за фронталку в iPhone SE я китайского Джобса поддержу, what is Cook thinking, so not respectful он говорит, типа, Cook нас не уважает. В итоге презентовали свой собственный формат для Hi-Fi аудио, было бы смешно, если бы не 500 млн пользователей в Китае, так что возможно с ними даже придется считаться. Я общался с одним китайцем, который о смартфоне LeTV первого поколения говорил примерно следующее. Что значит чертовски удобно, ты получаешь смартфон за копейки с отличными характеристиками и при этом еще LeTV сервисами, которые типа все любят. Немного китайской магии, но почти попал. Представили три смартфона Le2, Le2 Pro и Le2 Max. Le2 на 10-ядерном медиатеке Helio X20, Le2 Pro по сути аналог Pro 6 только дешевле на Helio X25, а вот Le Max 2 это зверь на Snapdragon 820 и с 6 гигабайтами оперативы. Экран 5,7 дюйма, 2К и смотрите опять сравнивают с iPhone 6s Plus и по габаритам сравнения далеко не в пользу iPhone. Ну смартфоны и смартфоны китайские, только стоят Le2 10 тысяч рублей, а Le2 Pro еще раз на 10-ядерном медиатеке аналог Meizu Pro 6 стоит 15 тысяч рублей в Китае. 15 тысяч рублей, ну прям реально за топовый смартфон, вообще мне это в голове уже не укладывается окончательно. Осталось китайцам допилить сервисы до нормального европейского уровня и начать вкладывать в развитие технологии и черт возьми Apple, Samsung и все остальные в опасности. Le Max 2 кстати с 6 гигабайтами оперативной памяти на 820 Snapdragon стоит 25 тысяч рублей за алюминиевый 5,7 дюйма смартфон с 21 мегапиксельной камерой. Как бы давай переварить нам то что произошло, показали VR, ну как продемонстрировали как люди в нем что-то смотрят, это было очень по-китайски и очень странно. Но как оказалось это все цветочки, Ле Эко под брендом Лиси готовит электрокар самоуправляемый злой как скотина, потому что они его сравнивают с Теслой, причем в наглую. Даже ролик концепта запилили и хочу чтобы вы его оценили самостоятельно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И как оказалось китайцы его даже построили и на сцену притащили. И это вроде как с одной стороны концепт далекого будущего, а с другой стороны не такого далекого как нам бы с вами хотелось. Нормальные машины с двигателем внутреннего сгорания эти ребята осилить не смогли. И такие, а зачем нам в старые технологии вкладываться, давайте начнем пилить электрокары как не в себя. И тут мы вспоминаем про джект Титан от Эппл, который ничто иное как разработка электромобиля. Чувствуете, Ле Эко-то взяли и просто Эппл обскакали. Вы будете делать айфон без 3,5 миллиметрового разъена? Нате, мы уже сделали, хотите там Эппл кар сделать? А мы тоже уже тут. Но, надо признать, прототип получился забавным. Основная его фишка полная самоуправляемость. И порулить прям совсем-совсем не придется, ведь у нее сверху специальная хреновина типа сканера, которая за вас все знает. Китайский Джобс даже прослезился под конец, и я его понимаю. То, куда идет китайская индустрия высоких технологий и с какой скоростью она это делает, это с одной стороны достойно восхищения, а с другой стороны стрёмно мне что-то, друзья. Ставьте лайк, если до этого вы даже не знали о такой компании, а теперь немного в шоке. Буду вас просвещать и дальше. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, Инстаграм. Совсем скоро увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok